Мой гость, педагог, политолог Екатерина Шумен. Екатерина, здравствуйте. Добрый день. Станет ли нынешняя чекистская группировка во главе с Путиным и а-ля Патрушевыми вместе с потомками классической новой русской буржуазии или это всего лишь бандиты, сумевшие захватить пласть, а Путин гангстер, как говорит Юлия Навальный? Вопрос очень хороший. Он хорош вот чем. Во-первых, по поводу концепции мафиозного государства. Мне очень понравилось, когда она прозвучала публично, потому что она, с одной стороны, так сказать, для западных аудиторий звучит знакомо, а с другой стороны, она позволяет дать такой освежающий взгляд на нынешнюю российскую политическую систему, которая может помочь западным умам, как тем, кто принимает решения, так и тем, кто на них влияет и кто высказывается в публичном пространстве, выйти из этого узкого коридора, в котором они все бьются. Узкий коридор вот какой. Значит, либо Россия такая же страна, как и все, со своими интересами, которые надо учитывать. Это вот та позиция, которая в Германии называется Путинферштейнштвом, пониманием Путина. Либо Россия – это новая фашистская Германия, Путин – новый Гитлер, это исчадие сатаны, их можно только победить, так сказать, разбив их в прах военным образом. Это такая ложная дихтомия. И часто одних и тех же людей, опять же, вот в этом коридоре бросает от одной стенки к другой, они бьются головой больно и совершенно не могут прийти ни к какому выводу. Если мы действительно принимаем, а политологически ее принять можно, концепцию вот этого посткоммунистического, патримониального, криминального государства, не в смысле государства, управляемого преступниками, хотя публицистически можно и так сказать, а в смысле государства, управляемого по мафиозному принципу. Коллеги-политологи некоторые называют этот принцип либо клановым, либо политикой extended political family, расширенной политической семьи. Вот есть главный pater familias, он же capo di tutti capi, прошу прощения за такую смесь всех языков сразу. То есть вот отец распределяющей ресурсы и глава всех глав, главный, так сказать, главный мафиози. Я напомню, кстати, что мафия, итальянская, сицилийская мафия, это нечто среднее между, первоначально, между кассой взаимопомощи, органом местного самоуправления, да-да-да. Но они не стали частью элиты, они все-таки остались за кадром. Они не стали частью элиты, но они... Эти люди претендуют на элиты. Да, они пользовались определенной поддержкой, так сказать, своих собратьев сицилийцев, потому что оказывали им некоторые услуги и выступали в качестве там правоохранительных органов, там, где закон либо до них не доходил, либо к ним был враждебен, потому что они были там, например, иммигрантами в Америке и считали, что вся эта среда не учитывает их интересы. За справедливостью ходили к Дону Корлеоне, если не удавалось добиться правды в настоящем суде. Совершенно верно. Это объясняет природу народной поддержки такого рода порядков. И тоже позволяет выйти из вот этой вот противоположности. Весь народ любит Путина, весь народ Путин ненавидит. И то и то неправда. Граждане пользуются определенными услугами от этого государства, при этом понимая, что государство себя нормами не стесняет и ограбит их и убьет, если это понадобится. Это вот что касается, так сказать, мафия-стейт, вот этой концепции. Мне она кажется, по крайней мере, инструментально полезной. Екатерина Михайловна, почему я вас об этом спрашиваю? Если мы вернемся, допустим, к истории первых богатых семей Америки, там тоже было много криминала. Всякие Рокфеллеры, Дюпоны, Морганы. Первые деньги были очень такого сомнительного качества. Робер Бернс, бароны-грабители. Но их правнуки и внуки, они вхожи в лучшие дома Лондона. Станут ли потомки Патрушевых, Медведевых, Шойгу, той настоящей буржуазией, в классическом понимании буржуазии, на мой взгляд, если брать европейского, она несет ответственность за то, что происходит в стране, и переживает за нее, любит свою страну. Вот эти вот люди, они передадут эту ответственность следующему поколению, или это все временщики? Вы знаете, и бароны-грабители американские, и первоначальные бароны-грабители, то есть норманы, которые завоевали Англию, все-таки пришли на более или менее дикое поле, и там себе там награбили или как-то наработали, насобирали разными нехорошими способами первоначальный капитал. Наши с вами, отцы и детки, это потомки советской номенклатуры. Вообще есть мнение среди моих коллег, что в России не произошло никакой смены элит после 1991 года. Просто второй ранг номенклатуры стал первым, третий стал вторым, а кто-то вышел за пределы номенклатуры и сбоку зарабатывал деньги, но тоже посредством связей с государственным аппаратом, с государственным бюджетом. Действительно, если мы посмотрим, сколько у нас членов КПСС в нынешнем руководстве, а также сколько у нас комсомольских, так сказать, вожаков среди первого призыва олигархов, да и не только первого, то мы увидим, насколько эта преемственность сохраняется. Поэтому наши не вполне оборонные грабители. Они не пришли со стороны и не приплыли из-за моря кого-то тут грабить. Они здесь и были. Просто они были, так сказать, уровнем ниже, они были мелкими чиновниками, мелкими КГБшниками, а стали вонокем. Поэтому трудно себе представить, что их ценности как-то особенно поменяются. У меня насчет вот этих всех детей есть сомнения. Мы видим действительно некоторую когорту, как выражаются некоторые комментаторы принцев, ну, сыновей, да? У Кириенко есть сынок, у Ковальчука сынок. Надо передать им деньги и закрепить это законодательность, чтобы комар носа не потачил. Так же задача стоит? Я помню, когда мы, по-моему, в 19-м году имели публичную дискуссию с Марком Голиотти, британским исследователем наших спецслужб о организованной преступности, он сказал фразу, которая мне запомнилась, которую я потом часто и вспоминала, и повторяла. Он сказал, что главное дело 20-х годов это передача активов от отцов детям, а иногда и внукам. И что это будет крупнейшая передача активов, что называется, в новейшей истории человечества. Это главное, все остальное оформление. Вот я, опять же, запомнивши этот тезис, потом часто прикладывала его к разным событиям, которые происходили. Действительно, нынешние 70-летние и более чем 70-летние правители России должны передать именно активы, то есть капитал фактический и капитал политически-административный следующему поколению. Иногда это их физические дети, иногда нет. Опять же, не у всех есть столько детей, не все дети вообще готовы или могут, или хотят занимать какие-то административные функции. Мы видим тех, кто на виду, но гораздо больше тех, кто ничего подобного не хочет, а хочет, опять же, жить в Европе на папины деньги или заниматься чем-то общегуманитарным. Это, кстати, тоже история, многократно описанная в литературе, вроде как в Саге о Форсайтах или в романе Буденброке, когда вот есть первое поколение, наживальщики капиталов, волки, потом их дети, а потом их внуки, которые уже там либо играют на скрипке, либо болеют какими-то сложными болезнями душевными, и вообще совершенно никаким этим делом заниматься не хотят. В русском контексте тоже есть такие произведения, в частности, у Чехова есть такой длинный рассказ, практически повесть, называется «Три года». Там главный герой как раз потомок купеческой династии, которую он ненавидит, потому что они сделали его детство несчастным, но при этом, когда его отец умирает, он обнаруживает себя наследником огромного состояния, которое гораздо больше, чем он предполагал, потому что он видел вот эту закулисную сторону всего этого дела и вообще смутно думал, что папа его там не совсем в своем уме. А потом оказалось, что нет, что это действительно огромное дело, и он не знает, как с этим обходиться. Так что элита всегда склонна воспроизводиться. Если ее не убивают физически, то она воспроизводится. Вот в 1917 году смена элиты произошла, а в 1991-м не произошла. Что лучше? Какой сценарий вам больше нравится? В 1991 году было менее разрушительно. Но многие говорят, что плохо, что не произошла смена элиты, потому что вот эта советскость тоже продолжает себя воспроизводить. Трава не скошена, коровы не доены, дрова не рублены, как вы говорите, студенты. Не выучены. И что самое обидное, одни не выучены, а другие выучены плохому. То есть мало того, что учить заново, так еще и переучивать. Если вы возвращаетесь в Россию, как любой человек, который покинул ее, вернулся, сделает что-то хорошее, столкнется со страшной проблемой. Одна из главных проблем – это те, кто вернулся с войны, с посттравматическим синдромом. Люди приехали, вернулись с орденами на груди. Для вас они герои или жертвы этой политической ситуации? Это, конечно, проблема. Это одна из наших проблем. Я бы не сказала, что она ключевая. Если у нас будет возможность вернуться в Россию и делать там что-нибудь полезное, то я надеюсь, что, так сказать, излишняя чувствительность нам не помешает. Ах, рядом ходят люди, которые делали нехорошее. Да, ходят. Это не отменяет для нас наших обязанностей. Можно понять людей, которые через такое не в состоянии переступить. Владимир Владимирович Набоков, которого нельзя не вспоминать, гуляя по улицам Берлина, после 1945 года, ну, собственно, после своего отъезда из Германии, ни разу туда не возвращался. Я объясняла это в одном из интервью тем, что я опасаюсь случайно пожать руку убийце, никогда не зная, что ты или иной твой добродушный сосед, чем занимался несколько лет назад. Эта мысль приходит в голову. Избежать ее трудно, но... Эти люди для вас все-таки кто? Вместо ветеранов войны они сидят рядом с Путиным у мавзолея на трибуне. У меня по отношению к этим людям нет никаких обязанностей. Они мне кто? Студенты, слушатели? Причем тут я, причем тут они? А они могут быть вашими соседями? Да, они могут быть моими соседями. А у вас семья, у вас близкие люди, это степень риска будет высокая. После военная Россия будет крайне дискомфортным местом. Крайне дискомфортным и небезопасным местом. Когда я говорю о социально-политических руинах, я имею в виду и это. Преступность, которая снижалась у нас в течение 15 лет, растет последние два года и будет только расти. И это еще никто толком с войны не вернулся. Значит, рост преступности не сводится к тем людям, которые непосредственно воевали, и которые вернутся с этого воевания. Просто, когда у вас на такой протяженности фронт, то у вас образуется цветущий рынок оружия, цветущий рынок наркотиков, взрывчатки, рабского труда, всего того нехорошего, что вообще продуцирует война. Поэтому не к ветеранам СВО сводится проблема. Они тоже будут проблемой. Но еще это все-таки не Вторая мировая, поэтому это не миллионы. Это не так много людей. Преимущественно их брали из беднейших регионов. Точнее говоря, они сами приходили. Преимущественно из беднейших регионов. Не так много из них вернутся, знаете ли, в Москву. И уж точно мало кто из них вернется в университетскую аудиторию. Но это будет проблема. Они потребуют уважения к себе. Скажут, что они проливали кровь за вас, за всех. Что вы им скажете? Кто я буду им что говорить? Как политик. Какой же я политик? Ну, как человек, как инфлюенсер, как человек... Когда вы пытаетесь брать на себя ответственность за весь белый свет, то вы снимаете с себя ответственность за то, чем вы непосредственно должны заниматься. Для меня гораздо более серьезным будет вопрос, смогу ли я работать в системе образования, которой будут руководить люди, подписавшие письмо ректоров в самом начале войны, и потом устраивавшие у себя какие-нибудь кафедры патриотизма, способствовавшие тому, что одним деткам преподают основу российской государственности. Это, кстати, даже не самый худший учебник. А других деток доносили. Вот это вот проблема. Поэтому давайте каждый будет отвечать за свою грядку, продолжая вашу сельскохозяйственную имминатору. Со всеми ветеранами своего разума у меня никаких отношений не предполагается. А если мы говорим о, так сказать, бытовых дискомфортах, то уж если мы поедем, то не в поисках комфортной жизни уж, наверное. Да, там будет опасно. Много народу на этом трансформационном этапе лишится головы, еще больше людей лишатся репутации. Это, так сказать, тот выбор, который обычно бывает в сказках. Налево пойдешь, коня потеряешь, направо пойдешь, голову потеряешь, прямо пойдешь, неизвестно, что случится. Кабинет, новый или старый Владимира Путина, без этого вопроса нам не обойтись. Почему перестановки в правительстве вызывают такой ажиотаж? Разве тут не как в анекдоте? Что бы вы не собирали, получается автомат Калашникова? Часто также цитируют басню Крылова «Квартет». Если бы за каждую цитату в комментариях приходила какая-нибудь монетизация, мы бы все с вами были богаче, чем мы есть на самом деле. Но интересоваться этим нужно тем, кто, в принципе, интересуется Россией и управленческими процессами, которые в ней происходят. Система наша бюрократическая, система наша при этом персоналистская. То есть бюрократические должности важны, к ним прилагается объем власти. И персоналии важны, потому что при этом уровень институциализации низок. То есть от личности начальника много чего зависит. Я бы тут так сказала. Есть должности, ресурсные сами по себе, которые, так сказать, красят человека. Вот те места, которые красят человека. Это министерский пост, потому что министерство – это хозяйство. Министерство – это бюджет, министерство – это кадры, недвижимость, много чего. И социальный лифт. Ежели ты уже министр, то, значит, социальный лифт привез тебя туда, куда тебе надо было. Также ресурсная должность – это губернатор, потому что у тебя своя собственная территория. Не все министерства одинаково ресурсные, не все территории одинаково питательные, но, тем не менее, это некое, еще раз повторю, собственное хозяйство. А есть места, которые надо красить, которые не будут красить тебя. Это места, это должности, скажем так, координационного типа. Ну, например, вот есть министр, есть вице-премьер. Вице-премьер выше. Но у министра есть министерство, а у вице-премьера только секретариат. И контроль над документооборотом, над определенными секторами этого документооборота. И бывают такие вице-премьеры, которые становятся важнее премьер-министра, потому что, например, у них прямой доступ к президенту. Или другой пример. Есть помощники президента, а есть советники президента, а есть главы подразделения администрации президента. Так вот, замглавы администрации президента, у которого есть в подчинении сколько-то управлений, распоряжаются людьми. Ну, а также той сферой, которую его посадили курировать. Советник президента не распоряжается ничем. Помощник президента, важный человек, хотя у него нет никакого особенного аппарата, но он готовит документы к совещаниям с президентом. Таким образом, представление главного руководителя о том, как вообще устроена та или иная область бытия, во многом происходит из того, что ему помощник подготовил. Поэтому некоторые помощники могут быть влиятельнее министров или быть параллельными министрами. Как, например, вот есть Юрий Ушаков, очень многолетний помощник президента по внешней политике. Он вроде как такой второй министр иностранных дел, а может и первый. Который постоянно молчит. Он иногда высказывается. Например, он довольно обширно давал комментарии и разъяснения по вот этому нынешнему глобальному российскому визиту в Китай, когда вообще все. Российское руководство взяли и вывезли в Пекин. То есть он действительно не самый публичный человек, но он иногда бывает публичен, а главное, он всегда бывает влиятельен. То же самое относится к заветной должности секретаря Совета Безопасности. Когда Николай Платон Шпатрушев был секретарем Совета Безопасности... Человек красит место. Вот. А Шойгу место красит человека или наоборот? Вот смотрите, в чем тут, так сказать, сложность и одновременно красота этих аппаратных комбинаций для тех, кто вообще любит эту эстетику. Я люблю, как старый бюрократ, я все это люблю, мне это интересно. Так вот, до Патрушева должность секретаря Совбеза была маловнятной. Люди, которые ее занимали, там, Нургалиев, например, после отставки с должности министра внутренних дел, они ее, в общем, не украсили собой. А Патрушев превратил это в постаналогичный секретарю ЦК по идеологии. Вот опять же, если помните, были такие люди при советской власти, и это были люди со страшным могуществом. Он тоже сумел стать таким вот частично секретарем ЦК, частично таким победоносцем, да, который над Россией простер совиные крыла, как в поэме Блока. Теперь он ушел, стал помощником. А можно буквально короткий экскурс в историю? Если вы помните, зам секретаря Совета Безопасности в конце 90-х годов был Борис Березовский, а секретарем Совета Безопасности был бывший спикер, фамилия его не помню, Наре. Рыбкин. Рыбкин, совершенно верно. Вот Березовский ездил по всем мирам и по всем странам, и с кем-то что-то договаривался. Рыбкин был при нем. Это вот удивительная была ситуация. Извините, я вас перебил, но... Это абсолютно иллюстрирует мою мысль. То есть Совет Безопасности своеобразная структура. Вообще-то говоря, секретарь Совбеза распоряжается секретариатом Совбеза. Вот, собственно, и все. Но постоянные члены Совета Безопасности раз в неделю встречаются с президентом. То есть это вот те люди, которые каждую божью неделю с 2000 года, начиная с тех пор, как установилась эта практика, его видят. И это вот высшее руководство России. Так вот, при Патрушеве Совбез выполнял эти идеологические функции. В чем это выражалось? Выражалось это в том, что они писали стратегии. Стратегии развития в разных областях. Стратегии информационной безопасности, стратегии молодежной политики, всего на свете сразу. Потом, исходя из этих стратегий, принимались законы и подзаконные акты. То есть смотрите, что у нас сейчас получается, какая у нас комбинация. Патрушев уходит и становится помощником. То есть от президента далеко его не отодвигают. Но мы не знаем, чем он будет заниматься. Кораблестроением. Это так называемый? Песков сказал. Песков сказал. Будет такой, так сказать, да. Николай, покровитель Мореплава. Извините, я перебил Екатерину Михайловну. Я знаю, фаны меня разорвут. Но я извиняюсь. Это надо делать для того, чтобы я не уходила совсем в сторону, куда влечет меня моя вольная музыка. Возвращаемся к Шойгу. Возвращаемся к Шойгу. Значит, на самом деле ситуация похожа на то, что было с Нургалеевым. Вот мы упомянули Нургалеева. Он был таким довольно могущественным президентом, министром внутренних дел. Опа, его убирают. Ставят секретарем Совмеза. И оттуда уже он как-то растворяется в небытие. Не физическом, а политическом и аппаратном. А Патрушев был, между прочим, директором ФСБ. Потом у него был долгий период вообще без должности. Посмотрите его биографию. Потом он становится секретарем Совмеза. И через некоторое время эта должность становится чуть ли не второй в государстве. Вот есть президент, есть секретарь Совмеза, а есть премьер-министр. Вот такие у нас первые люди в стране. Теперь он уходит. Шойгу был многолетним и могущественным министром обороны. Министерство обороны, это не просто ресурсное министерство, это сверхресурсное министерство. 100 миллиардов долларов в бюджет на 2024 год. Это государство. Треть государственного бюджета. Это вообще государство государства. В Минобороне есть все. Вот все принадлежит Маркирусу Де Карабасу. И поля, и луга, и крестьяне, и здания, и люди, и войска, и танки. Все у них есть. А уж теперь, когда, как говорят наши коллеги-экономисты, ВПК является основным драйвером вообще экономической жизни в стране, конечно же, все, что связано с Министерством обороны, вырастает в такой могучий государственный приоритет. Его убирают оттуда. Но тоже далеко не отодвигают. Вот он становится секретарем Совбеза. Пойдет ли он, условно говоря, путем Нургалиева или путем Патрушева? Он сделает эту должность значимой? Или он сам на ней, так сказать, потихонечку уйдет из публичного пространства и перестанет быть заметным? А нельзя ли говорить, что Путин действует по принципу «держи врагов, держи друзей близко, а врагов еще ближе?» То есть он его снял, убрал и держит рядом. Так же, как и с Патрушевым. Нельзя не видеть некоторые сходства этих двух фигур. Это ведь два человека, у которых, что называется, была карьера еще до того, как нынешний президент стал президентом. Шойгу вообще министром был задолго до того, как Путин стал кем-то. И они оба главы своих кланов. То есть за ними есть или под ними есть многочисленная сеть интересантов. У кого, так сказать, родные дети, у кого дети политические. У всех, так сказать, протеже, фактотумы, покровительственные ими люди, близкие им структуры. В случае с Минобороны это многочисленная сеть подрядчиков, большие бюджетные потоки. В случае с Совбезом это вот такое политическое, экономическое влияние, связь с ФСБ, структурой, которая может убить любого легальными или нелегальными способами. То есть это действительно такие, то, что называлось в предыдущую эпоху, политические тяжеловесы. Я хотел напомнить вам, что папу Патрушева назначили помощником, а сын стал вице-премьером. Но перестал быть министром. Это что за расклад? Кто-то вырос, кто-то нет. Что это означает? Одна из очень немногих структурных перемен, которая случилась в новом старом правительстве, это разъединение должностей вице-премьеров и министров. То есть нынешние вице-премьеры, за исключением Трутнева, который вице-премьер и полпредпрезидента, и того вице-премьера, который руководитель аппарата правительства, все остальные теперь отделены от своих министерств. Как я только что сказала, министерство – это свой ресурс, а вице-премьерство – это статус и позиция при согласовании решений, при выработке и согласовании решений. Патрушеву-младшему дали оставить своего человека министром. Это дорогого стоит. То есть ты получаешься, вроде как, перестаешь заниматься непосредственно оперативным руководством министерства, и подорожавшие яйца – это уже не твои подорожавшие яйца, тебя это не касается. Но, с другой стороны, весь тот ресурс, которым ты распоряжался, теперь, если не прямо, то косвенно, все равно твой, потому что твоя старая соратница-сотрудница, как вот Оксана Лут в этом случае, она является министром. Но все-таки, при всем доверии к своим соратникам и сотрудникам, одно дело самому быть начальником, а другое дело быть косвенным начальником. Ну, в общем, посмотрим. Как бы то ни было, с Патрушевым-младшим обошлись очень уважительно. Но некоторые говорят, что это трамплин для того, чтобы в дальнейшем стать или премьером, или вдруг, не дай бог, кому как-то нравится, президентом, наследником. То же самое говорят про нового председателя счетной палаты, который, кстати, уже начал выступать публично. Ковальчук его фамилия. Да, имя тут не важно, а фамилия как раз важна. Надо посмотреть его публичные заявления повнимательнее, потому что пока он так довольно широко, с размахом высказывается. И возникает смутное ощущение, что он как будто не до конца представляет начальником, чего именно его назначили. Потому что, когда он говорит о том, что закончен мораторий на проверке в IT-сфере, и пора бы там кого-то попроверять, то он-то не проверяющая организация. Счетная палата анализирует бюджетные расходы. Возвращаясь все-таки к Шойгу, а у вас нет такое ощущение, что вот Тимур Иванов, Кузнецов, недавно задержанный, и ряд других поддельников или соратников теперь по несчастью, начнут давать показания. И начнут сгущаться тучи вокруг фигуры Шойгу. Если есть такие опасения, они могут быть, то пост секретаря Совбеза, конечно, является некоторой гарантией от того, что его самого хотя бы не задержат после совещания, как задержали его зама, и он потом не будет, так сказать, блистая орденами и погонами, сидеть в аквариуме, в здании суда. Потому что одно дело замминистра обороны проворовался, а другое дело измена гнездилась прямо вот, можно сказать, на груди у государя. Это признать все-таки тяжело, поэтому такая должность – это оберег. Путин 9 мая, День Победы, превратил в победобесие. Вот как с этим дальше жить? Надо ли отмечать этот праздник? И как его надо отмечать? Он его то ли приватизировал, то ли он его украл. И вот глядя на то, как рядом с ним теперь вместо ветеранов, которых осталось очень мало, сидят вот эти люди, которые добыли свои ордена и медали в окопах Украины. Вот что с этим праздником? Он его потратил, сжег в печке. Вот так бы я это сформулировала. У нас не так много объединяющих символов, чтобы мы могли себе позволить так вот с ними обращаться. По тем исследованиям, которые нам доступны, есть два праздника, так сказать, общепринятых. То есть те, которые все отмечают и отмечают более-менее похожим образом. Это Новый год и 9 мая. При этом Новый год на подъеме, а 9 мая в упадке по опросам, вот какой праздник для вас главный. И концентрация, скажем так, поддерживающих 9 мая в качестве главного праздника, скорее в старших возрастных стратах, а те, кто моложе, скорее называют Новый год. Это значит, что еще через какое-то исторически обозримое время это уйдет. Я думаю, что вот тот моральный капитал, так сказать, страны-победительницы, вообще наше членство в клубе стран-победительниц мы обменяли сначала на Крым, а потом просто сожгли. Этого уже не будет. И этот процесс, так сказать, политически накладывается на смену поколений, которая естественным образом сделала бы этот праздник, относящийся к прошлому, как к годовщину Бородинской битвы. Понимаете, это уже перестает, с каждым следующим десятилетием перестает быть чем-то непосредственно ощущаемым. Но вот то, что вы называете победобесием, конечно, этот процесс ускорило. Я думаю, что когда закончится пропагандистская накачка, то сначала праздник вернется к своей первоначальной версии такой светской Пасхи, поминовения предков, посещения кладбища. Это действительно наш, так сказать, вариант пасхальных праздников, когда принято на кладбище ездить. Это еще и на большей части территории России в то время, когда более-менее сошел снег, можно там убраться. Вот люди ездят и вот таким образом это дело отмечают. А потом это уйдет и вовсе. Еще раз повторю, это случилось бы естественным образом, но теперь, к сожалению, у этого еще и будет такой оттенок, что мы праздник со слезами на глазах сменили на это, можем повторить. Повторили и расшиблись. Вот как это будет выглядеть в глазах наших потомков. Давайте теперь поговорим немножко о человеке, который занял кресло президента России. Боже мой, кто же это? Путин держится за власть, потому что больше ничего ему не остается, альтернатива только Гаага, или все-таки он хочет быть вершителем судеб и писать все истории современной Европы. Как вы считаете? Все автократии одинаковы, абсолютно одинаковы. Мы тут заурядны, как шестой номер калош. Тем более, что мы не абы какая автократия, а персоналистская. Персоналистская автократия имеет мало или вообще не имеет институтов. Власть там концентрируется в руках персонали. Поэтому все автократы имеют единственным смыслом своего существования удержание власти. Вот и все. Не потому что они специфически чего-то боятся, а потому что это их, так сказать, модус вивенди. Но и действительно советская или унаследованная от советской власти система предполагала, что уход с начальственной должности это такое резкое падение социального статуса, что оно действительно подобно смерти. Дело не в том, что тебя обязательно посадят или убьют. Дело в том, что... Помните, его как-то спросили, как он себе видит, так сказать, жизнь после... Кем думает работать, так сказать, после президентства? На что он очень, я бы сказала, с обезоруживающей простотой ответил, ну, на пенсии зачем же работать? На пичке будут сидеть? В Геленджике. То есть, когда ты перестаешь быть начальником, ты садишься на пичку, и там дальше, по обычаю, так сказать, традиционных аграрных обществ, тебя твои благодарные родственники постепенно перестают кормить, потому что ты уже не работаешь. По этой причине у нас все стремятся ведь сидеть до смерти. Ректор вуза, директор театра, глава любого учреждения понимает, что как только он перестает быть начальником, все, его социальная жизнь на этом закончена. У нас нет достаточно разнообразной, скажем так, социальной ткани, которая позволяет переходить с одного места на другое, не становясь бывшим человеком. Вот в Америке это называется revolving doors, вращающиеся двери, и это часто осуждают, когда люди переходят из бизнеса на госслужбу, из госслужбы в бизнес. Вот ты был чиновником, а потом ты пошел в консалтинг, и там продаешь свои, так сказать, накопленные компетенции уже за другие деньги, а потом берешь, да и опять возвращаешься или избираешься куда-нибудь, а потом перестаешь быть там президентом, и идешь работать в университет, и читать лекции тоже за большие деньги, и книжки издавать, и гонорары получать. То есть социальной смерти с тобой не происходит. У нас такого ничего нет. Либо ты начальник, либо ты никто. Поэтому, еще раз повторю, вот эта вот авторитарная закономерность воспроизводится не только на самом высоком уровне, но и на всех уровнях ниже. Вы мне напомнили гонку на лафетах. Если помните, то члены политбюро, которым было далеко под 80, ну или близко к 80, не уходили, но умирали один за другим. Я тогда маленькая была, но я помню свое, собственно, разочарование и обиду, когда выяснилось, что из-за смерти Черненко отменили передачу «Спокойной ночи, малыши». Это был, я бы сказала, роковой момент в моих отношениях с советской властью. Лучше бы он не умирал. Больше. Лучше бы не отменяли «Спокойной ночи, малыши». Я включила в положенное время телевизор, точнее, мне его включили, а там траурная музыка играет. Этого простить нельзя, я так скажу. Есть еще один карикатурный персонаж. Зовут его Дмитрий Медведев. Вот что про него пишут. «Медведев в новой конструкции власти сохранил за собой должность редактора телеграм-канала». Администратора, берите выше, администратора телеграм-канала. Администратора, так вот, что происходит с этим человеком? У меня такое возникло ощущение, что вот он говорит те, ну давайте скажем откровенно, глупости или какие-то радикальные высказывания, чтобы его не заподозрили в каком-то оппортунизме. И чем глупее, чем страшнее он говорит, тем он думает, что он себя ограждает от, может быть, возможных каких-то подозрений или, не дай бог, репрессий. Вы знаете, надо сказать, что это и моя рабочая версия, и пока она подтверждается. Если мы, так сказать, перестанем смеяться и постараемся посмотреть на происходящее, что называется, в контексте, то мы увидим человека, который был 4 года президентом, и которого, по, так сказать, наиболее популярной версии, не пустили на второй срок, потому что он был слишком проамериканским, не правда ли? Потому что он неправильно себя повел в отношении Ливии, так сказать, предал друга Каддафи, поддержал американскую политику по отношению к Ливии, и вообще слишком с Вараком Обамой гамбургеры ел с аппетитом. И с Терминатором подружился, и сказал, I'll be back, но не получилось. Совершенно верно. И, значит, Айфон полюбил крепче, чем это нужно. Это просто измена Родины. И вокруг него тусовались какие-то крайне подозрительные либералы, которые нынче приравнены тоже госизменникам и шпионам. Надо сказать, что когда его приближенных сажали, он никогда за них не заступался. Пересажали там очень много народу. Он как-то даже прям славился тем, что он никогда никого не защищает. Тем не менее, после этого он заслужил лояльное к себе отношение тем, что не стал пользоваться плодами протестов 11-12 года, а сдал кресло, как только его об этом попросили. В нашей, так сказать, несколько мафиозной поэтическим нормам структуре это считается правильным пацанским поступком, и за это полагается, как это, за это ты сохранишь свою жалкую жизнь, как говорил один персонаж. То есть так все плохо, так все запущено. Ну, опять же, давайте себя попробуем на минуту поставить на место этих людей. Это не неприятное, но, может быть, необходимое интеллектуальное упражнение. В 1920 году он перестал быть премьером. В 1922 году началась война. Политика развернулась от, скажем так, изоляционистской к агрессивной. Это разные, скажем так, образы жизни. И вот этот самый человек, который, вообще-то говоря, первый кандидат на то, чтобы выпустить из окна при подозрительных обстоятельствах, потому что наверняка он американский шпион, разве нет? Похож же? Похож. Он продолжает оставаться, опять же, в живых и даже привлекать общественное внимание, при том, что ему дали несуществующую должность с никакими полномочиями, а из ресурсов у него есть только телефон и выход в интернет. Вот, опять же, представьте себе себя на его месте. Задумайся над этой басней читать, или тебе станет не по себе. И вот он, да, он пляшет на столе, обмазываясь горчицей, но он живой. Вокруг него, еще раз повторю, сажают людей на большие сроки, каких-нибудь его там братьев Магомедовых близких. А он, вот, пожалуйста, и, опять же, сохраняет должность администратора телеграм-канала. И вроде как ничего с ним плохого не происходит. Это выдающееся упражнение по политическому выживанию. Я бы его вообще не, так сказать, не списывала совсем в комические фигуры, потому что по ряду причин политико-этического характера в нашей системе желание представлять себя идиотом на публике очень ценится. Обратите внимание, как вот тем же самым занимаются многие публичные фигуры. О, это особенно депутаты Госдумы, особенно пропагандисты, которые бегут впереди паровоза. Совершенно верно. Этого добра навал. Вот. То есть человек должен показать, что у него нет ничего, кроме места в системе. Ни собственного достоинства, ни своей репутации, ни вообще какой-то личности цельной. Вот его нету. Он есть только пока, так сказать, начальство позволяет ему быть. Это ценится. И это вознаграждается. В отдельном ряду стоят еще стукачи, которые стучат, что-то там заметили, кто-то что-то не то сказал, и тут же... А этим ничего не дают, кстати. В этом тоже есть какая-то старая традиция, которая не только традиция КГБ, но еще и царской охранки. Они всегда брали в осведомители тех людей, на которых у них чего-то было. Поэтому для них осведомитель, что публичный, что непубличный, это человек, которого вообще-то надо бы посадить, но мы тебя не сажаем, пока ты стучишь. И они знают, что у них у всех крючочек в какое-то чувствительное место воткнут. Поэтому нет, эти люди не награждаются ничем, кроме, опять же, того, что они остаются на свободе. Наверняка у этих людей в детстве были какие-то другие мечты. Стать летчиком, космонавтом, в худшем случае трудовиком или передовиком производства. Этого мы не знаем. А стал кем? Стукачем. Этого мы не знаем. Тут пусть об этом они разговаривают со своим исповедником или со своим терапевтом. На ваш взгляд, вот последняя сцена в Благовещенском соборе короновал ли патриарх Путина или что это было? Да нет, конечно, господи. Один советский чиновник с другим советским чиновником пытаются изображать персонажей из фильма Никиты Михалкова. Это все... Электорату это нравится? Не знаю. У нас очень мало способов понять, что нравится или не нравится электорату. В принципе, смысл ритуала в повторяемости. Люди должны видеть одно и то же. Поэтому мы каждый Новый год делаем один и тот же салат Оливье. И селедку под шубой, те кто делают его. Или, по крайней мере, все одинаково чокаемся бокалами с шампанским с 12-м ударом и загадываем желание. Это дает нам ощущение безопасности, стабильности. В общем, одна из функций Верховной власти вот эту вот повторяемость проецировать. То есть она должна источать уверенность в завтрашнем дне. Да, как может, так она это и делает. А вот это золото и парча, которая окружает... Дорого-богато. Да, дорого-богато. Это некое такое приданное или это скрепа для них? Когда-то, когда нынешний президент уже был президентом, но был гораздо моложе, он в книге отзывов какого-то из музеев, уж не помню какого, написал дивную фразу «Шикарно, как все на Руси». Вот это вот действительно «Мерседес под хохлому» – это, наверное, довольно адекватное эстетическое отражение вообще нынешнего режима, в широком смысле режима. Вот так он себя манифестирует. Все это, конечно, ужасно напоминает строчку из Бориса Гребенчакова «Турки строят муляжи Святой Руси за полчаса». Год назад мы с вами когда беседовали о войне в Украине, вы сказали, что если война закончится, то люди постараются как можно скорее забыть это, как страшный сон. И это многим покажется ужасно безнадственным. И на ваш взгляд так и произойдет? Люди постараются забыть то, что натворили в соседей стране? Будут вытеснять всеми силами души. А в вытеснении и в забывании нам нет равных. Мы забываем с потрясающей легкостью. Есть какой-то даже специальный телеграм-канал под названием «Забыто», где время от времени пишут «Забыт» там «Терак в скрокусе» или там еще чего-нибудь «Забыто». Вот насчет этого никаких у меня сомнений особенных нет. Как восстанавливать отношения с Украиной? И надо ли восстанавливать? Потому что есть популярная точка зрения, особенно с украинской стороны. Вырыть ров, бросить туда крокодилов и на лет 50 вообще заморозить эту границу. У вас есть какой-то рецепт? Через 5 лет через этот ров поедут танки. Это все... То есть история повторится, да? Это все сказки. Естественно, изоляция и автократия – это одно и то же. Чем больше изоляция снаружи, тем энергичнее происходят авторитарные процессы внутри. Автократии начинают с внутренних репрессий, а потом приходят очень быстро к внешней агрессии. Так что сказке нечего рассказывать друг другу, никаких рвов не будет. Что касается восстановления отношений. Ваш рецепт? Пока тектонические плиты раздвинуть затруднительно, все равно жить придется по соседству друг с другом. Значит, есть примеры стран, которые живут во враждебном окружении. Например, Израиль. Но Израиль старается этот, так сказать, единый арабский фронт как-то разбивать, заводя дружеские связи с некоторыми странами. Арабскими и не без успеха это делает, в частности, вот Саудовская Аравия. Как неплохо вроде бы получается. Я в этом сложном регионе не разбираюсь, но есть вещи, которые видны на поверхности. В целом, можно сказать одну вещь. И это, мне кажется, довольно важный принцип, который применим в том числе и к нашим несчастьям. В целом, дольше длятся и хуже заживают раны гражданской войны по сравнению с любым ущербом, нанесенным внешним вторжением. Точно так же, или, по крайней мере, аналогично, люди, которые подвергались домашнему насилию в детстве, более травмированы, чем те, на кого напал преступник. Понимаете принцип, да? Значит, если к вам пришли и вас там побили и ограбили чужие люди, то в какой бы вы ни были разрухе, вы восстановитесь быстрее. А если это свои, то вам будет тяжелее восстанавливаться, и вы не сможете наладить какие-то последующие отношения. То есть, знаете, если это чужие, то легче говорить и о репарациях, и о возмещениях, и о том, как теперь будем там торговать друг с другом или не будем торговать друг с другом. Это чужие. А если это свои, то начинается вот этот бесконечный круг ретравматизации. А ты меня спровоцировал, а как ты так со мной мог, а может быть, я виноват, или нет, вот какая же ты сволочь. И так до бесконечности. Поэтому те, кто считают, что мы все-таки какой-то там единый народ, но это крайняя формулировка, но что вот это вот какая-то общая такая советская семья, внутри которой все переругались, что это какой-то вариант гражданской войны. Они длят эту травму. Чем с большей определенностью и Россия, и Украина скажут, что они друг другу чужие, тем легче будет налаживать любую послевоенную жизнь. Понимаете? К ним пришли чужие люди. Грабили, убивали, но удалось как-то отбиться. С потерями, но отбиться. Со стороны России мы вперлись в чужую страну, сдуру, наделали там делов, получили по морде, и теперь как-то пытаемся с этим жить. Вот из этой точки можно разговаривать. Из точки мы братья, либо мы навсегда друг друга ненавидим, а это та же созависимость, понимаете, да, это одни и те же отношения. Отношения слияния или отношения ненависти, это одно и то же. Вот отсюда не вылезти. Тогда, если это гражданская война, то это гниющая рана на десятилетия. Если это война между двумя государствами, одну из которых агрессор, а на другое напали, с этим можно работать, что называется. С этим можно работать. За что погиб Алексей Навальный? Ох, это очень плохо, что он погиб. Это большая потеря. Вот прошло сколько? Февраль, март, апрель, май. Три месяца. Ровно три месяца. Три месяца, да. Для вас было это сильным потрясением? Да. Это было вторым сильным потрясением после начала войны, почти в те же самые числа. Почему-то во второй половине февраля обязательно должна какая-то хтонь происходить. Это было сильным потрясением. Это было такой, как говорят братья наши терапевты, ретравматизации, как бы начала войны. Второй раз. Знаете, в чем было сходство? Вот ты знаешь, что что-то очень плохое может произойти, оно над тобой висит. И ты в его присутствии живешь и все время надеешься, не формулируя это, что пронесет. А потом происходит что-то, и ты говоришь, не пронесло. И вот оно случилось. Ты знал, что оно может случиться, и все равно все время надеялся, что вот еще не сегодня, как это. Что мы говорим Богу смерти? Not today. Не сегодня. И вот настает это сегодня, когда все-таки Бог смерти оказывается сильнее. Про Навального говорят его соратники и его поклонники, что он верил в русский народ и верил в перемены. Вот вы верите в российский народ? Он любил Россию. Это правда. И он, поскольку был человек сам добродушный, в нем было какое-то такое добродушие, которое бывает в крупных людях, и крупных физически, и крупных морально, он был не злобный. При том, что он был такой пламенный публицист и любил зарубиться с кем-нибудь и действительно мог страстно обличать, но он был не злой человек. Эта эмоция злобности не была для него органично. Поэтому, собственно, вот это его, то, что называют его юмором, это не совсем, это какое-то узкое понятие, но действительно этот его какой-то светлый взгляд на людей, он скорее, видимо, людские пороки казались ему скорее смешными, чем вызывающими отвращение. Он настолько уже жил в присутствии вот этой прекрасной России будущего, о которой он говорил, что она ему казалась не надеждой, не мечтой, а реальностью. Вот она рукой подать, вот она недалеко. И это окрашивало все, что он говорил и все, что он делал. Действительно, на таком, так сказать, на таком уровне вот этого вот благодушия, в полном смысле этого старинного слова, какого-то благодушия, который у тебя есть, на нем трудно оставаться. Как это писал Тургенев, как не впадать в отчаяние при виде всего, что совершается на родине. Он потом добавил, что правдивый и свободный русский язык ему, поддержка и опора, но у каждого из нас какие-то свои поддержки и опоры для того, чтобы все-таки не впадать в грех уныния, как говорят люди верующие, или в бездно отчаяния, как скажем мы, атеисты. Как вы пережили минуты, когда узнали об этом известии? Пили корвалол, вам стало плохо или как? Ох, у меня не было никакого корвалола. Я была на Мюнхенской конференции по безопасности. Это было публичное место? Все было на публике до такой степени на глазах всего мира. И это, надо сказать, добавляло ужасности ко всему происходящему. Я никак это не пережила, никак. И до сих пор это не пережила. Многие втайне надеялись, что рано или поздно Навальный станет неким Мандейло, выйдет из тюрьмы, и с ним связывали надежды. У вас были такие тайные надежды? Знаете, когда меня спрашивали при его жизни, вот зачем он вернулся, правильно ли он сделал, было ли это политической ошибкой или наоборот каким-то очень правильным политическим шагом, я говорила, что, к сожалению, это уже ответ лежит не в области политики, но в области биополитики. Прав будет тот, кто переживет, кто жив останется. Если он останется жив и в тюрьме встретит смену режима или такое ослабление режима, что он сможет из этой тюрьмы выйти, то окажется, что он был прав и все сделал так, как надо было делать. Если нет, то нет. Оказалось, что нет. Видимо, это простое рассуждение пришло в голову, к сожалению, не только мне. Что называется, на его основании были приняты решения. Но вот теперь его не стало. Его организация после него плохо себя чувствует. По-разному, скажем, аккуратно себя проявляет. Тут тоже время может погубить, может вылечить. Люди могут найти какую-то новую интонацию, новое место для себя. Те, кто, так сказать, пришли на смену, могут накопить, заработать свой собственный политический и моральный капитал. Моральный капитал как элемент политического. Но может быть и нет. Пока это чистая потеря, чистая утрата без каких-либо компенсирующих элементов. Вы все-таки не ответили, у вас какая-то тихая надежда была, или вы понимали, что вряд ли он выйдет, и вряд ли история повторится? Вы знаете, в романе Набокова «Дар» герой переживает потерю своего отца, который уехал в экспедицию и не вернулся. От него больше не было никаких известий. И он понимает, что, скорее всего, он погиб, потому что он уехал в 2016 году. Но при этом он живет в присутствии надежды, что когда-то вдруг отец вернется или даст о себе знать. И он говорит, он размышляет о том, что да, ты понимаешь, что твоя надежда ни на чем не основана, но когда у тебя ее отбирают, ты видишь, что нельзя от нее избавиться, не проделав в жизни дыры, пишет Набоков. Вот эта вот дыра в жизни, на месте которой у тебя была надежда иррациональная, но она была, это то, что, да, ты ощущаешь, когда происходит, опять же, происходит то, что ты знал, что, ну, скорее всего, случится, вероятнее всего случится. Но все-таки не то, что думал, а вдруг повезет, но как-то вот действительно жил в присутствии этой надежды, а теперь ее нет. Ты, в общем, узнаешь, что она была, только когда у тебя ее отбирают. Форум «Свободная Россия» провел международную конференцию в Варшаве, где заявил, готов создавать армию освобождения. Один из фронтменов этого форума – Гарри Каспар. Что вы думаете по поводу вот этой идеи создать армию освобождения России? Армию освобождения Палестины. А, сам-то пойдет, Гарри Кимович, в пулеметчике или куда там. Мы можем судить не о намерениях, мы можем судить только по аналогии, сравнивая с теми инициативами подобного же рода, которые уже существуют. Пока Легион свободной России является исключительно инструментом для того, чтобы ФСБ заводило уголовные дела и сажало людей на очень большие сроки. Какие-то несчастные, в основном очень молодые люди в интернете ищут связи с этим самым Легионом. Кто-то выходит с ними на связь, что-то им там какие-то задания передают или начинают с ними какую-то коммуникацию, после этого приходит ФСБ и они садятся на 20 лет. Вот и все. Это гибельный путь. Вот и все. Это не то, что какой-то путь. Если это не намеренно созданный инструмент для того, чтобы ФСБ следственная работа шла шустрее, то, по крайней мере, де-факто он таким служит. Никаких других функций я у него не вижу. Может быть, у Гарри Кимовича как-нибудь по-другому выйдет. Но пока иных примеров у нас нет. Вы когда-нибудь были в Украине? Да, была. Где? А, значит, я была в Киеве, правда, только проездом и, к сожалению, теперь, когда еще увидишь, а это великолепный город. Я была в Днепре, я была в Харькове, я была в Крыму. Было такое. Я помню, мы... Какие у вас остались впечатления? Что это другое, чужое или это свое? Вы знаете, я все-таки уже человек постсоветский, поэтому я как-то этих вопросов для себя не задавал. Было понятно, что, ну, несмотря на то, что там люди по-русски говорят, что это все-таки, ну, другое государство. Опять же, я-то легист, поэтому для меня юридическая форма первична. Так что я не задаю себе вопросов, а, наверное, это исконная русская земля или там исконная нерусская земля. А, да, я была в городе Львове. Опять же, мы когда-то в далекие мирные времена катались по европейной машине. Когда дети были маленькие совсем, то с ними легче путешествовать, им там, кроме памперсов, ничего особенного не нужно. И вот мы на машине ездили таким образом и через Украину, в Польшу и потом в Германию, а потом обратно. И были мы, собственно, и во Львове. Ну, вот Львов, видно, что это город скорее немецкий, чем славянский. А, например, Харьков, город славянский. Когда едешь, опять же, такое было время, дети не поверят. Нужно было на машине ездить безо всякой границы. Вот так от Тулы моей родной вниз, Курск-Орел, Воронеж, Белгород, Белгород, который теперь разгроханный, военный город. Это такие все были, такие богатые, сытые, такие места аграрные. Вот, уже довольно обустроенные хорошо. Так вот, от Белгорода до Харькова нет какого-то, понимаете, цивилизационного разрыва. Но, тем не менее, понятно, что это государство другое, политика, правовая форма другая. Поэтому, если все были лигисты, то всем было бы полегче жить на свете. Но нет, вот людям нужно, так сказать, ощущать сердцем. Тут они ощущают родство, и это почему-то важно. А тут они его не ощущают, поэтому давайте убивать друг друга. Мы находимся в Германии. Здесь в свое время был налог на солидарность. Или налог за солидарность. Да, после обедения Германии. После обедения Германии западные немцы помогали восстановиться восточным немцам. Если закончится война, про коллективную ответственность люди не любят говорить, потому что это несправедливо. Но, с другой стороны, чтобы дать понять нации, что это была чудовищная трагедия, чудовищная ошибка и преступление, нужно ли квитанции на ЖКХ написать простыми буквами на восстановление Украины 700 или 800 или 900 рублей, как на капитальный ремонт. Чтобы каждый нес ответственность коллективную через деньги. Чтобы он понимал, что эта страна разрушила, как минимум наполовину стерла в порошок Украину. И за это должны нести ответственность каждый, чтобы он понимал, за что он несет ответственность. Мне не кажется здоровым фантазирование на эти темы сейчас. Вот почему. Собственно, по той причине, которую я уже описала. Потому что мы себе выстраиваем вот эту идеальную картину, которая воплощена не будет. Ее невоплощение может многих людей, для многих людей может стать препятствием к тому, чтобы что-то делать полезное в предлагаемых условиях. Предлагаемые условия не понравятся никому. Помните выражение «похабный мир» из истории начала 20 века, про Брестский мир? Так было сказано. Вот, вы знаете, практически любой мир, за исключением привычной нам легенды о 9 мая, он похабный, так или иначе. Он не нравится одной стороне, он не нравится другой стороне, он никому не нравится. Но он обычно бывает лучше, чем война. И нет ничего легче для людей образованных и, так сказать, совестливых, как не испытать отвращение вот к этому вот происходящему и не вычесть себя тем самым из социальной реальности. Когда я говорила про то, что многие сложат голову, а еще больше людей потеряют свою репутацию, я боюсь, что так и будет. Так и будет. Это просто надо держать в голове для того, чтобы не сейчас не кормить себя вот этими идеальными сценариями, которые потом станут препятствием к вашему участию в реальной жизни. Вот моя формулировка. Ну хорошо, тогда последний вопрос. Сколько раз уже сегодня вы произносили фразу «последний вопрос»? Я не могу с вами расстаться, потому что есть вопросы, на которые я ищу ответы, я не могу их найти. Может быть, у вас есть какие-то ответы. Поэтому я задаю эти свои вопросы. Как же все-таки заставить людей обратить внимание на то, что произошла страшная трагедия, и в этом трагедии с помощью налогов, зарплат и так далее принимало ли участие десятки миллионов россиян? Как им внушить, что это была катастрофа в соседней стране? В Германии, где мы с вами находимся, этот процесс начался в конце 70-х годов и шел в 80-е годы. И его двигателями, его акторами были не дети, а внуки нацистов. Внуки. Вот так бывает. И это Германия, которая прошла процесс, конечно, такой довольно условный, но все-таки принудительный денацификации. Германия, которая была очевидным образом разгромлена в войне. То есть те люди, а их большинство, которые всегда присоединяются к победителю, очевидным образом, так сказать, поняли, что наших-то разгромили. Значит, отец наш Гитлер как-то был неправ. И даже в этих условиях все равно ностальгия была до конца 70-х. Адольфий Лоизович, как принято выражаться, вполне был популярен до конца 70-х. Говорят, что осознание того, чем таким был Холокост, пришло, когда, знаете, когда? Когда сериал, соответствующий по телевизору показали. Это сериал. Вот вам, да? Значит, люди над дымящимися могилами жили, строили там что-то, выживали, детей кормили и так далее. И как-то их особо не беспокоило, что у них тут, оказывается, 6 миллионов евреев они поубивали. А потом проходит 30 лет, а они смотрят уже не они, а внуки их смотрят телевизору. Батюшки, святушки, что же мы тут наворотили? Это опять же не мы, а дедушка. Потому что про родителей трудно это осознать. Про себя невозможно. А про бабушку и дедушек худо-бедно как-то можно. Ужас в том, что у нас, может быть, только подходил тот исторический момент, когда это осознание могло прийти относительно советской власти. И тут нам еще сверху, значит, еще этой самой бетонной плитой по голове шандарахнуло. Теперь, опять же, как в сказке, еще ждем 30 лет, пока эти внуки вырастут и что-нибудь там такое осознают. Тут главное, чтобы не случилось то, что в этой же стране, где мы сейчас с вами беседуем, случилось после Первой мировой войны. На чем, собственно, вторая-то началась. Дети и младшие братья, те, кто воевал в Германии в Первую мировую, выросли в условиях национального поражения, изоляции, контрибуции, репарации, навязывания коллективной вины, всего этого добра. И что они сделали? Полюбили Гитлера и в объятиях своих принесли его к власти. И решили, что тогда мы недовоевали, или точнее наши старшие братья и папы недовоевали, потому что предательство внешнее и внутреннее, понятно почему, да, чужая любимая родина может проиграть. Только из-за предательства. Сейчас мы перевоюем получше. Вот этого нам надо опасаться. Как вы думаете, нынешняя эмиграция, политическая эмиграция, не повторяет ли судьбу эмиграции послереволюционной? А если она повторит судьбу эмиграции дореволюционной? Нам все время рассказывают про эмиграцию после 1917 года, называя ее первой волной, она никогда не первая. Принципиальная разница стоит вот в чем. Эмигранты 1917-1922 года, вот наиболее масштабная, наиболее многочисленная волна эмиграции была именно в течение этих пяти лет, это были люди, которые бежали от революции, от смены порядка, который они не приняли. Эмигранты 1905-1917 годов были люди, которые бежали от консервативного, охранительного изменения в государственной политике, от старого порядка, который защищал себя, применяя политическое насилие и политические репрессии. И они-то вернулись и пришли к власти. Получилось, ну как это, по-разному. Кому как, некоторым понравилось, некоторым не очень. Но обратите внимание, с каким упорством, с какой настойчивостью, когда происходит проведение политических параллелей, то вспоминают исключительно белую эмиграцию. Может быть, так и получится, а может быть и нет. Но вот этот вот фокус, который предполагает, что это действительно первая волна, а до этого из России никто не уезжал, и до этого не было эмиграции в Париже, эмиграции в Швейцарии, эмиграции в Лондоне, да и в Берлине тоже, и в Вене не сидели все эти революционеры, да. И революционеры, и журналисты, и просто студенты многочисленные сидели в городе Париже, и Тургеневская библиотека была центром их притяжения. Это были студенты, которых выгоняли, исключали из университетов за участие в студенческих протестах. Вы знаете, какое количество будущих революционных деятелей и террористов были студентами Санкт-Петербургского императорского университета, которых одномоментно вычистили оттуда, потому что они там, значит... До революции. До революции, разумеется. Они поезжали все, доучивались, работали, кто голодал, кто не голодал, кто, так сказать, поменял специализацию, кто нет. Но, что самое для нас неприятное, почему я говорю про этих студентов, это были люди, которых, вообще-то говоря, готовили к государственной карьере. Не очень многолюдные российские университеты, дореволюционные, готовили, в общем, преимущественно-то чиновников будущих. Да, и представители вольных профессий тоже, и понятно, что университеты готовят профессору для себя же, но при этом эти люди шли на госслужбу, а они стали террористами. Не просто там оппозиционерами, а террористами, организаторами-участниками террористических организаций. Вот что такое радикализация. Вот что может сделать консервативная власть, которая в своем охранительстве... Вот это вот победоносцев мы с вами цитировали, да? Вот Александру Третьему, его сын, может сказать спасибо за свою смерть страшную вместе со всей своей семьей. Радикализовали две группы, которых радикализовать нельзя. Это вы имеете отец Николая Второго? Естественно. Александр Третий. Значит, две группы стали радикальными. Интеллигенция, образованное сословие, и нацменьшинство. Не надо так поступать. Белая миграция, многие из них верили, что большевистская власть продержится недолго, и они будут вернуться. Этого не произошло. Потому что это была новая власть, которая только что пришла. Логично было предположить, что как они сменили неустойчивое временное правительство, так и их снесет. Оказалось не так. Мы имеем дело с пожилой автократией, которая, еще раз повторю, занимается удержанием власти. В процессе удержания она совершает довольно революционные шаги, это правда. Но она консервативна по своей природе. Поэтому люди, которые уехали после 1917 года, надеялись вернуться, чтобы стало как раньше. Может быть, в самые первые месяцы 1922 года у кого-то тоже была надежда, что решение о начале войны настолько безумно, что оно приведет к быстрой смене власти, свои придушек. Да, вот русская народная мечта от Абакерки. А потом вернется, как было там, опять же, верните мне мой 2013 год. Но, мне кажется, за прошедшие годы уже активных боевых действий, эта надежда увяла, кроме как у самых наибных. Все понимают, что как раньше не будет. То есть, если вернутся те, кто уехали, они вернутся не для того, чтобы восстанавливать раннего Путина, а для того, чтобы на, в общем, достаточно руинированном социально-политическом пейзаже попытаться какую-то разумную жизнь обустроить. Это будет нелегко. Про Гарри Коспарова мы поговорили, про Алексея Навального тоже. Упомянули, каковы перспективы у Юлии Навальной. Сможет ли она занять какое-то место, имея тот авторитет, который у нее пока есть? Он у нее действительно есть. У нее есть незабываемая история, узнаваемая фамилия, возможность разговаривать на равных с мировыми лидерами, что очень важный эссет, очень важный актив в условиях снижающейся международной легитимности официального российского руководства. Вот непризнание результата выборов со стороны пассы Европарламента – это не та мера, которая немедленно, так сказать, лишает автократа власти, но это некоторая важная следующая ступень, следующая степень его международного положения. Поэтому иметь вот такого альтернативного представителя антивоенной России – это большое богатство, это надо ценить. Это вот из хорошего, так сказать, on the plus side, на положительной стороне, из не такого хорошего. Значит, что может помешать стать полноценным политическим лидером? Алексей Навальный своих ребят, видимо, держал в соответствующей исполнительской дисциплине. Ну, контролировал, как полагается руководителю. Его не стало, и на публичные позиции вышли те люди, которые до этого публичных позиций не занимали. Это вообще наша общая беда, наше общее несчастье, когда, ну, отстреливают наиболее видных людей, то оставшиеся, так сказать, выжившие вынуждены выполнять функции, которые, может быть, им не вполне свойственны. Полк оказался в окружении, и командир погиб в бою, да, как в песне. И вот маленький трубач становится знаменосцем, хотя его задача, в общем, на трубе играть. Это, опять же, каждый из нас может приложить это к себе, потому что в мирной ситуации, в ситуации большей или хоть какой-то свободы общественного дискурса, ну, вот, опять же, если уж я о себе скажу, таких, как я, должно быть 40 человек. Потому что страна большая, образованная, много университетов, много больших городов, в которых живут эти самые образованные люди, и русские вообще любят поговорить публично об общественно значимых вопросах. Поэтому вот этот вот бульон должен быть гораздо более насыщен. А тут нас мало, и еще время от времени кто-нибудь помирает при загадочных обстоятельствах. Поэтому мы все заняты частично не вполне своим делом. Но, возвращаясь к Юлии Навальной, да, сможет ли она в такой степени этот весь, так сказать, офис контролировать? Они ее слушают? Она может ими, так сказать, распоряжаться или нет? Нет. Есть ощущение, что последние недели, месяцы, может быть, даже скорее ей повредили. Она сама не так много появляется на публиках, когда появляется, то скорее в каких-то церемониальных интерьерах, принимая премии за Алексея. Какие-то публичные выступления в адрес, нелицеприятные в адрес этой власти, которая в Кремле. Это понятно. Это понятно. Но вот эта вот часть термониальная, она важна. Важно видеть, что тебя принимают, важно видеть, что ты, так сказать, вхож, вхожа в какие-то ценные круги. Это тоже влияние. Но если это все, что есть, то это не политическое лидерство, потому что это не политическое действие. Те публичные полемики, которые инициируют и в которых участвуют ФБК и их публичные спикеры, пока, судя по всему, к расширению аудитории не приводят. Я осторожно об этом говорю, потому что у нас мало маркеров, по каким признакам мы об этом судим. Мне понравилось, мне не понравилось. Это не параметр. Я и не смотрела. Никакое кино. Я видео вообще мало смотрю. Но если смотреть, например, по таким замерам, как, ну скажем, онлайн-опросы о доверии каким-то фигурам из оппозиции, это, конечно, замер температуры внутри пузыря. Там, например, популярные всякие каналы в Телеграме проводят такого рода опросы раз в месяц. Кому доверяете, кому не доверяете. То есть это замер рейтинга и антирейтинга. Вот последний, соответственно, апрельский по сравнению с мартовским, замер показал, что ФБК стоит на месте, что хорошо для них, что у них очень сильно снижался рейтинг, антирейтинг рос. А Юлия Навальевна снизила свой уровень доверия. Видимо, потому что ничего заметного вокруг нее не происходило. А вокруг ФБК хоть какая-то движуха, которая, опять же, не привела к тому, что их больше полюбили, но хотя бы не стали меньше полюблять. Наверное, на это с другой стороны можно сказать, что... А вот сколько просмотров. Я не знаю, увеличилось ли число подписчиков или нет. Но пока не видно, вот опять же по доступным нам индикаторам, не видно, чтобы произошел какой-то прорыв к новой аудитории. Если в этом была цель, а, возможно, цель была и в этом. То есть если вас все равно по первому каналу не покажут, то вас будут смотреть те же люди, которые вас смотрели и раньше, а им это, как-то, что называется, нужно? Им это понравится? Не знаю. Тут тоже во многом время покажет этот такой ответ, который выглядит уходом от ответа, но действительно мы имеем дело с процессами, развивающимися по времени, во времени, и многое становится понятно только за этим числом. Я так понимаю, что все ждут каких-то конкретных шагов, а их нет. А эта пауза затянулась. Понимаете, что значит конкретных шагов. А что может сделать человек, который находится в изгнании? Ну, человек, который выступает публично, получает награды, люди встают, делают аплодисменты. Для того, чтобы двигать политику, этого мало. Правильно? Это необходимый элемент, но недостаточно. Это, еще раз повторю, элемент очень важный, потому что антивоенной России нужно признание. Нужна какая-то демонстрация того, что ее готовы слышать, что ее готовы пускать, так сказать, за стол. Это очень важно, потому что это касается не только уехавших, которые просто в положении, так сказать, stateless people, народа без государства. Твое собственное государство хочет тебя убить, и как только дотянется, оно тебя убьет. Либо, так сказать, на чужой территории, либо на своей. Как сможет, так и сделает. То есть ты не только не можешь ожидать из него тех услуг, которые гражданин ждет от своего государства, но наоборот, ты должен от него спасаться и прятаться. Но и внутри России люди чувствуют себя абсолютно не только непредставленными, а тоже преследуемыми. Каждый сидит и думает, что если я открою рот, сосед донесет на меня. И сосед думает то же самое. И все молчат и живут под этим свинцовым низким небом тирании. Это очень тяжело. Это выматывает. От этого люди болеют, спиваются, замолкают навеки. Или, не выдержав этого напряжения, думают, что если они перейдут на сторону зла, как в финале романа 1984, то хоть это, так сказать, положит конец этому невыносимому их положению. Это очень тяжело. Поэтому видеть, как кто-то, кто за тебя где-то высказывается публично и не сидя в убежище, а стоя на трибуне в красивом платье, и ему аплодируют всякие важные люди мировые, это тоже важно. Это очень важно. Но это не, еще раз повторю, это не политическое действие. Мы видим, что репрессии точные пока продолжаются. И будут ли они массовыми, мы не знаем. Вот на ваш взгляд, этот репрессивный каток, который работает почти каждый день, кого-то сажают, кому-то дают большие сроки, кого-то заключают под стражу, он уже работает сам по себе или, на ваш взгляд, Кремль и Путин подбрасывают уголь в эту печку репрессий? Как вы считаете? Мы видим, что это в достаточной степени управляемый процесс. Мы это можем видеть вот на каком примере. Когда война началась, то внутриэлитные репрессии были приостановлены. И этот мораторий был снят сразу после выборов. Это так интересно. То есть вот просто по статистическим данным это видно ужасно наглядно. Вот столбички, если выстраиваешь, вот сколько было задержаний и объявлений, публичных объявлений о возбуждении уголовных дел в отношении госслужащих, сотрудников госкорпорации, сотрудников правоохранительных органов, каких-то заметных бизнесменов и так далее, то прям видно, как ровненько-ровненько-ровненько с начала войны а потом чуть ли не вот прям с 18 марта, опа, и пошло вверх. И, так сказать, ну, пока кульминацией этого является арест Тимура Иванова, замминистра обороны, но посмотрим и дальше. Что это значит? Это значит, что это не, опять же, выражаясь метафорически, что это не какая-то собака, которая бегает и кусает, кого догонит, а это все-таки машинка, которую можно включить, а можно приостановить. Кстати, интересно, что одновременно с вот этим вот самым, с этой активизацией внутриэлитных репрессий, значит, мы сейчас, давайте, чтобы было понятно, мы говорим не о политических репрессиях, не о репрессиях в отношении несогласных журналистов, активистов или просто случайно выбранных людей из социальных сетей, а именно о внутриэлитных репрессиях, начиная с определенного этажа. За этим тоже нужно следить, но эти два потока надо разделять, они разные, и разные ведомства этим занимаются. Так вот, одновременно с вот этой вот активизацией силовиков опять пустили откусывать головы большим важным людям. Когда произошли перестановки в правительстве, администрации, это же тоже такие сообщающиеся сосуды, в принципе, есть вот этот пул должностей, который разыгрывается. Так вот, теперь мы видим эти перестановки уже более-менее в свершившейся форме, хотя еще могут быть какие-то тонкие донастройки. И видно, что силовая, скажем так, корпорация не усилила своих позиций. Я ни в коем случае не хочу сказать, что там какие-то либералы победили силовиков, или голуби победили ястребов, нет уже никаких либералов, нет никаких голубей, но гражданские получше выглядят, чем негражданские. Там, условно говоря, гражданский экономист стал министром обороны, а великий Патрушев Маркобесович перестал быть секретарем Совбеза. В силовом блоке никто никуда не ушел, и никто никуда не пришел. То есть никакого, опять же, молодого волка не посадили директором ФСБ, хотя были разговоры, что Бортников пожилой, но они все пожилые, все не сильно здоровые, что, может быть, он уйдет, и там уже были смотрины среди его замов и директоров департаментов. Нет, ничего этого не произошло. То есть никакой там, никакой условный новый ФСБшник не пошел на повышение. А, например, внутриполитический блок весь на месте, а при таких перестановках это уже приобретение, а финансово-экономический блок весь на месте, ничего там вообще не шелохнулось. О чем нам это говорит? Это говорит нам о важности соблюдения баланса, и о том, что, конечно, главное занятие автократа – это именно соблюдение баланса. Возвращаясь к вашему вопросу о репрессии. Можно я уточню? Я все-таки имел в виду не внутри партийные, внутриэлитные разборки, а то, как сажает ученых за госизмену, журналистов, которые работают в разных изданиях, те, кто что-то опубликовал, что-то не понравилось, за любое неосторожное высказывание. То есть мы в режиме там еженедельном, ежедневном, мы видим, как совершенно чудовищно, несправедливо, ни за что отправляют людей на годы за решетку. Вот этот каток работает уже как сам по себе, потому что он запущен, или Путин и его команда, и его силовики подбрасывают уголь в эту печку репрессий. Что мы видим здесь, опять же, если смотреть на статистику, а как иначе нам судить? Был резкий взлет сразу после войны, когда были антивоенные протесты, тогда были массовые задержания и достаточно многочисленные посадки. С тех пор вышли на некое плато, которое превосходит предыдущие уровни. Да, это уровень более высокий. В чем это выражается? Количественно. То есть просто больше людей, в единицу времени хватают. По политическим статьям качественно. Чаще дают наказания, связанные с лишением свободы, чем штрафы. Штрафы стали больше, сроки стали больше, сроков стало больше, чем было раньше в пропорции штраф. Ну или иное наказание, не связанное с лишением свободы, наказание, связанное с лишением свободы. Вот что такое качественное превращение. На этом плато. Примерно с осени 22-го года мы с вами и находимся. Плато это означает стабильное, ровное площадь. Да, да, да. Ровный уровень. Еще раз повторю, он выше предыдущего. В неделю два человека посадить, их весь год занят. Я не буду называть цифр, но вот тут важно видеть эти два параметра. Количественный и качественный. То есть, что называется, объемы и методы, какие применяются. Самые популярные статьи – это дискредитация и фейки. Если говорить о уголовных статьях административно, это их административные аналоги. То есть, то, что не в уголовном кодексе, а в административном – те же самые нарушения. Значит, куст преступлений экстремистской направленности активно используется. Используется куст преступлений террористической направленности, которые тоже у нас сформулированы сейчас в уголовном кодексе очень общо. Существуют всякие оправдания терроризма, то есть неправильные разговоры с упоминанием террористического акта на публике. Тут тоже журналистов довольно часто привлекают. Значит, кто этим занимается? Этим занимаются подразделения Э, антиэкстремистские подразделения в МВД, которые преимущественно укомплектованы ФСБшниками. Это кадры из ФСБ в теле МВД. Кроме того, есть непосредственно в ФСБ второе управление, Управление по защите конституционного строя, которое занимается всеми нами, как считается. Дальше. Что будет дальше? Вот вы спрашиваете, оно само едет, либо его раскочегаривают. Оно едет, пока оно едет само, сейчас, потому что это гораздо более народная деятельность, чем те внутриэлитные репрессии, о которых я говорила вначале. Тут действительно нужно план давать, и каждый мелкий эшник у себя на земле должен кого-то... Старое доброе выражение. Палочная система. Совершенно верно. Совершенно верно. Он не может сказать, что, знаете, мы переловили у себя на территории всех экстремистов, давайте закроем наше подразделение, давайте не дадим нам премию. Так не бывает. Поэтому действительно они должны на этом уровне оставаться, но они его не превышают. Мы не видим новых инструментов, мы не видим, ну, так сказать, как оперативно-следственных, так и правовых. Что может быть новым инструментом? Давайте как-то в завершении напугаем зрителей окончательно. Любая система, как бы она ни была, какой бы она ни была антиправовой, если она начинает большой террор, должна предварительно поменять что-то в своем праве. Нельзя старым инструментариям сказать, что а завтра мы переходим к массовому террору. Советский Союз в середине-к середине 30-х годов в правом государстве, мягко говоря, не был. И инструментами террора пользовался активно. Но прежде 37-го года, был 34-й год, убийство Кирова, и после убийства Кирова были приняты законодательные изменения. Тройки, ускоренное рассмотрение, рассмотрение без защиты, без адвоката, отмена возможности апелляции, немедленное исполнение приговора. Этот инструментарий не сразу начал применяться. Он начал применяться в 37-м году. Но он должен быть сначала создан. Даже, еще раз повторю, даже советская власть должна была сначала подготовиться, а потом раскрутить мясорубочку. Поэтому, если наши вздумают к такому перейти, это не так просто, как кажется. Для этого другие кадры нужны, и количественно тоже. Но мы увидим эти признаки заранее. И последний вопрос. Откуда может пролететь черный лимит? Как я уже сказала в ответе на один из предыдущих вопросов, к сожалению, к великому и к моему большому раздражению как политолога, политика во многом свелась к биополитике. Кто кого переживет, кто в каком состоянии здоровья, кто в каком темпе будет стареть, как будет отключаться голова в каких секторах, как система, завязанная на персоналиях, будет приспосабливаться к тому, что эти персоналии, если не прям совсем померли, то как-то уже не так функциональны, как они были раньше. Хотите пример? Мы это сейчас видим и еще увидим, например, Чечни. Чечня – это пародия на Россию. То, что в России в расширенном виде и разведено, так сказать, водой, яркость этих красок, и все-таки наложено на, опять же, городское общество. Вы намекаете на болезнь Рамзана Кадышева? Намекать-то, господи, боже мой. Ну, я не доктор, извините. В Чечне все то же самое в концентрированной форме, очень наглядно, так сказать, законтращено, как это называется, заострено до каких-то параметров, которые мы бы назвали карикатурными, если бы это все не было так жутко. То есть это карточное домик, который может рухнуть в любой момент? Я этого не говорила. Я говорила, что смотреть на Чечню, и вы увидите такой лабораторный пример, яркий. Знаете, как вот в лабораторных всяких исследованиях, там ткани окрашивают специальной жидкостью, чтобы они были виднее под микроскопом. Вот тут все ярко, все очень выразительно. Вот вам, так сказать, персоналистский автократ, все на него завязано, вот его дети, детям надо это передавать, а они еще маленькие, какие-то могут принимать эти функции, какие-то не могут. Вот есть соратники, которые вчера были опорой, а сегодня стали угрозой. Вот, значит, был ближайший друг по прозвищу Лорд, он же спикер Чеченского парламента, берет и подает в отставку добровольно после встречи с Рамзаном Ахматовичем. Да, последние новости из Грозного. Что такое происходит? Средневековой мадридский двор. Двор не двор, скажем так. Ну, если речь идет о детях, которым едва-едва 20 лет, их уже толкает во власть, но чем не царский двор? Знаете, с чем? Я вам объясню, чем не царский двор. Нет никакого институционального механизма. У любого монарха, будь он какой угодно больной, кривой, косой, и родил тоже какого-нибудь малолетнего, болезненного младенца, у него есть порядок престола наследия, который всем ясен. Этот помер, тот будет, тот тоже помер, следующий будет. У Людовика XIV умер сын, все внуки и все правнуки, кроме одного. И правнук его благополучно стал в шестилетнем возрасте королем Людовиком XV. И ничего, монархия выжила, она навернулась при других обстоятельствах еще через некоторое время. Ну, прямо из языка вытащили. Дочку Путина недавно показывали, часовое интервью. Францова. Зачем? Некоторые говорят, что вот, как альтернатива, пойдет во власть, и ее рассматривают как в будущем политика. Нет, нет институционального механизма, ничего не будет. Нет ножек, нет мультиков. Есть уникальные примеры, когда автократии передают власть по наследству. Ближайший к нам это Азербайджан. Но это скорее исключение, чем правило. Обычно ничего подобного не бывает. Папа помер, детей съели. Извините, пожалуйста, порядок обычно такой. Екатерина Михайловна, спасибо вам за интересную беседу. Спасибо вам за всегда, так сказать, вопросы, на которые интересно отвечать. С нами была педагог, ученый, политолог Екатерина Михайловна Шульман.